Нескончаемый поток. Жители города несут к зданию администрации цветы и игрушки, чтобы почтить память жертв теракта в Крокус-Сити-Холле. Многие не могут сдержать слез. Кажется, и природа оплакивает погибших. Дождь шел весь траурный день. Пришли на концерт, отдыхать, прийти, расстреливать спины. Мне это непонятно, как можно вообще убивать вот так людей. Терроризм, он, конечно, не имеет ни национальности, ни человечности, ничего нет. Это не люди. Мы все вместе. Мы все за жизнь. Мы все боремся за то, чтобы был мир. Да, нам мешают это делать. Понятно, почему. Понятно, кто. Но будем бороться. Мы перетерпим. Мы все вместе. И победа будет за нами. Депутаты и молодогвардейцы, дети и ветераны, православные и мусульмане. Горе сплотило всех, вопреки ожиданиям организаторов теракта. Враг хочет расколоть нашу многонациональную великую державу. Поэтому нам ни в коем случае нельзя разделяться на нации, на религию. Вот эта межнациональная рознь, она, как мы знаем, опасна. В Евангелии есть главные такие слова. Они очень важны и чаще всего повторяются, как призыв. Там сказано, не бойтесь. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга и преодолевали даже такие беды и сложности вместе. В память о трагедии в траурный для всей страны день на центральной площади Одинцова свечами выложили надпись «Скорбим! Крокус!». 22 марта 2024 года навсегда останется в памяти россиян. Свечи зажглись по всей стране. Стихийные мемориалы появлялись повсюду. В Звенигороде цветы и игрушки приносили к вечному огню. Большое горе, разумеется, для соболезнования всеми погибших, тех, кто вообще пострадал, выздоравливать быстрее. Как-то от них жили. От этого очень противно и очень-очень больно. Поэтому решила хоть что-то как-то сделать, что в моих силах, что я сейчас могу. Чтобы хоть как-то почти в память. Просто нет слов. И тесно. Очень больно. Даже суровые мужчины не могут совладать с эмоциями. Жертвами терактов в Крокус-Сити-Холле стали более 140 человек. Эта цифра не окончательная. Поисковые работы на месте трагедии продолжаются.